Хочу поговорить сегодня с вами про цены и про революацию заодно. Вы обратили внимание, что на сегодняшний момент у нас как бы не совпадает одно с другим. То есть, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем следующую ситуацию, что как бы революация гривни-то произошла, а цены на бензин, цены на бензин фактически остались на том же уровне, даже если посмотрим импортный товар. Почему? Здесь понимаете, что сработал какой-то эффект. Вы наверно слышали, что нацбанк, в общем-то, очень сильно ограничил покупку импортерами валюты. Что он сделал? Он фактически ввел правило, так званый критический импорт. Но я бы сказал, что раньше тоже такое использовали, то есть не сказал, что изобретение, ну, в данном случае, нашего нацбанка. Это фактически изобретение довольно-таки использовали, Ющенко использовал, Стельмах использовал, так что тут у нас когда должно, метод довольно-таки известный. Логика довольно простая. Импортеры для того, чтобы купить валюту, ну, обращается, естественно, нацбанк, точнее, сначала банк, потом делается список, собираются документы, отправляется на нацбанк, нацбанк проверяет. И вот здесь возникает ситуация, он может дать добро, может не дать. Плюс ко всему, он требует справку с налоговой, что претензий к этому импортеру нет. Не, вообще-то правильная логика. Ну, если действительно импортер прячется, то зачем его валюта? Хорошо, собрали свои справки и отнесли. Но в самом положении нацбанк, который принял, там есть такой интересный пункт. Можно дополнительно требовать документы. А вот дополнительные, ну, дополнительные, это уже дополнительные, сами понимаете. Дополнительные документы широкая трактовка. Можно знать, сколько дополнительных документов требует. Представьте, что получается. Получается ситуация, что на сегодняшний момент импортеру дойти до валюты, получить сложно. С одной стороны, да, мы получили революцию гривен. И, в принципе, таким методом можно сделать революцию. Мы практически выбросили с рынка импортеров. Но что происходит? Импортеры, ну, какая-то часть действительно пройдет. Договорится за НБУ, пройдет, соберутся документы, еще раз договорится. Все сработает. Но в этой ситуации возникает другой момент. Кто-то договорится, а кто-то нет. Значит, соответственно, продавцы тоже с бензина думают, так, минутку. Я могу не договориться. Я сейчас продам бензин по этой цене, но мне, может, не удастся, придется покупать через какие-то подковерные схемы. Нет, тогда не будет. Я все закладаю. В результате, что получаем? Правильно, получаем на сухую цену. Вообще, тут надо сказать, что доллар сам по себе, вот такая качественная вещь. Он действительно может стоять. А цены, цены могут расти. Потому что в истории такие случаи были у нас в Украине. 2008, 2009, 2010, 2011. Что происходило? Вроде бы, как бы, тогда цена, курс рос, цены так тоже росли, но курс бы выше. А в 2009, а в 2010 все наоборот. Курс стоит, цены, ух. То же самое здесь может произойти. Абсолютно может произойти. И не удивляйтесь. По той простой причине, что просто идет обыкновенно. Да, зажали курс. Курс стоит. На импортера теперь все свои риски, все свои невозможности, все свои проблемы. Цену, цену. А если товара меньше, что? Правильно, если товара меньше, цену уже поднимает. Причем это может касаться не только бензин, это может касаться всего. Вот такая каждая вещь, вот эти вот цены. Понимаете, курс вообще вещь хорошая. Но надо уметь им пользоваться. И надо не просто, вот закрутил гаечку и курс сделал. Нет. Курс, вы должны на него влиять. Но таким образом, чтобы и импортерам фаталов, и экспортерам, и населения, и всем. А если мы просто пережали, сделали курс, но забрали валюты у парфетеров, прооправляем. Простой цель. И тогда спорный вопрос. А стоит ли такое?